Просто какой-то кошмар, потому что в каждую категорию я положу по 5 гривен и за что мне жить. Но хотите вы или не хотите, вы тратите на эти вещи. Просто осознайте это. Вы можете не записывать, но вы туда тратите. Понимаете в чем как бы ужас? Но вы не знаете сколько, чего и почему вы это делаете. Намного лучше начинать упорядочивать свою жизнь. И да, может быть мгновенно вы не станете богатым человеком. Вы не купите заводы, яхты, пароходы. Безусловно, это не произойдет сразу. Но тем не менее, ваша жизнь приобретет не импульсивный смысл, она приобретет какой-то направленный смысл. Смысл на то, чтобы был порядок. Как практически это организовывается? Я хотел бы, чтобы вы понимали эти что ли рекомендации. Смотрите, первое, что вам необходимо, понять, сколько у вас плюс. Это важно. Простые на пальцах шаги. Поймите, сколько вы имеете денег. Если ваш доход нестабилен, если вы человек, который зарабатывает какими-то подработками или еще чем-то, тогда попробуйте вспомнить, может, за последнее время максимально точно, сколько это было. Если не можете вспомнить, начните записывать те месяцы, которые идут. Следующее, чтобы узнать среднее арифметическое, примерно сколько плюс на ваш месяц приходится. Например, это 1000 гривен. Такая мифическая сумма. Предположим, что сейчас это много, это большие деньги. Вы определили, мой плюс это 1000 гривен. Мы говорили, из чего состоят плюсы. С каких доходов получаются плюсы. Следующее, вам нужно увидеть непредвзято, не цепляясь ни к чему, просто куда вы тратите деньги. Вам надо понять это. Для того, чтобы это понять, вам обязательно нужно физически это записать. Не в уме, в уме это все ерунда. Физически это должно выглядеть. Предположим, берем самый бюджетный вариант, самый простой. Листочек в клеточку, в тетрадочку, в тетрадочке, который вы расчерчиваете и пишете. 1.01.15 и описываете хлеб, спички, молоко, проезд. Вот как есть. Не надо давать этому оценку. Это не ваше дело в этот момент дать оценку. Закончили месяц, предположим, да? Хорошо. Возьмите 2 месяца. И возьмите 3 месяца. Бюджет может быть делом таким, ну, не быстрым, но это важный механизм, который надо настроить. В любом случае, результат вы не почувствуете сразу. Нужно время. Нужно время, чтобы, знаете, как бы выяснить, какая сумма куда оптимально подходит. Потому что вы не знаете, например, когда вы тратите сейчас, сколько денег вы тратите на еду. Вы не знаете, сколько денег вам нужно на одежду. И чтобы это понять, а мы говорили, что категории расходов бывают постоянно, то есть ежемесячные. Мы говорим с вами о периоде в месяц, да? Хотя бюджет может строиться на большие сроки. Обычный бюджет в государстве строится на год. Но обратно же, когда государство планирует расходы, оно знает, сколько оно получит с этой отрасли, с этой отрасли, от торговли, от налогов. Это вот уже есть данные об этом государстве. И эти данные позволяют заложить на будущий год. Понимаете, да? То, что мы слышим, например, принят бюджет на 15-й год. Как они принимают? Они принимают из расчета доллара, какой будет курс. Они принимают, что они смотрят же, как экономика развивается. Есть ли предпосылки для развития той отрасли или нет? Какую прибыль она принесет? То есть они делят прибыль, которой еще нет. Но они знают, что экономика-то работает. Правда? То есть она должна принести прибыль. Предприятия-то работают. Газ добывается, нефть добывается, лес добывается. То есть есть какое-то развитие. И это развитие позволяет тебе предположить, сколько, куда нужно и как потратить. Это если говорить, вот так говорится, на пальцах для нас, простых людей, простых смертных, не вдаваясь в космическую экономику. Итак, выяснили, выяснили, сколько денег уходит. И нормально, если вы вдруг поймете, что уходит больше, чем вы зарабатываете. Мы не даем сейчас этому оценку. Мы просто собираем данные. Следующее, что необходимо сделать. Необходимо составить список вещей, которые обязательны для меня. Категории. Мы говорим идеями категорий. И мы говорили о том, что в разных семьях эти категории будут отличаться. То есть, если ты работаешь возле дома, и ты можешь пообедать дома, то, соответственно, тебе не нужно, например, обеды записывать, ну, подразумевается, где-то там столовой покупать. Если и транспорт тебе не нужно записывать, это будет совершенно другая сумма. Ты можешь положить туда 20 гривен, потому что периодически ты ездишь в поликлинику раз в месяц, например. Пускай там лежит 20 гривен, надо будет, возьму. Но если для кого-то это принципиально, то это будет другая сумма. Этот конверт будет иметь совершенно другую значимость. Итак, вы определяете две категории конвертов. Категория конвертов обязательно, постоянно. И категория того, что периодически или желательно. Но обратно, периодически бывает периодически, постоянно, а бывает периодически и желательно. То есть вы определяете важность. И следующее, что вам необходимо посмотреть, сколько вы потратили денег. И вы можете записать, например, еда, посмотрели чеки, калькулятором посчитали. На еду у меня ушло 800 гривен из 1000. Ого-го! Развлечения. Вот в этом месяце я себе шиканул, короче говоря, купил вот это, вот это, вот это. На косметику, например, которую я трачу. Мы здесь не написали ее, но вот как Наташа говорит, вот я хочу, чтобы у меня была косметика. Да пожалуйста, вы можете дописать сюда еще 15 каких-то категорий. Вы можете это более просто объединить в какие-то, знаете, более широкие понятия. Но я хочу вам сказать, чем уже понятие, тем легче его контролировать. Что я имею в виду? Например, мы берем коммунальные, да, заводим такой конвертик, коммунальные, и подразумеваем, что там интернет, телефон и все, все, все. И вводим там, например, каких-то 10 назначений. Мы рискуем, что мы в какой-то момент можем потратить больше во что-то, при этом оставить открытым какую-то другую сферу. Уловили идею, да? То есть, иными словами, ничего страшного, если у вас их много, этих категорий. Просто это будет от вас зависеть. В любом случае, вам нужно быть внимательным к тому, чтобы исследовать это и управлять всем этим вопросом. Итак, по категориям вы расписываете реальную ситуацию, чего, на сколько уходит. Ну то есть, на еду столько-то, на одежду у меня ушло столько-то в этом месяце. Вы просто описываете ситуацию. Следующее, что необходимо, это сесть и подумать, сколько реально мне нужно. Вот здесь вот есть разница между словом «я хочу», «я хотел бы», и «сколько реально мне нужно потратить на вот эту, эту или эту категорию». И описывайте это в конкретных цифрах. Вы должны понимать, что если вам не хватает, у вас фактически есть два выхода, очень простых. Либо зарабатывать больше, либо тратить меньше. Вот, понимаете, да? Либо нужно искать еще одну работу, больше работать, либо тратить в каких-то категориях меньше. А для того, чтобы знать, в каких категориях, мы вот это все и с вами исследуем. Исследуем. Берете, идете на почту, покупаете 15-20 простых конвертов и подписываете их. Подписываете их. Итак, подписали. И вкладываете, когда получаете свою тысячу гривен, вкладываете в каждый конверт в соответствии с того, с тем планом, который вы планируете. То есть обратно, вы предполагаете, что вам хватит, например, на еду столько-то денег. Да? Предполагаете. Я, как говорил вам, я рекомендую еду разбивать по неделям. И помнить, что есть месяцы, где 5 недель есть. Соответственно, ваша зарплата наступит на неделю позже, если она у вас фиксированная более-менее. Поэтому денег должно быть больше. Итак, вы разложили. Что вы делаете в следующий месяц? Вы по-прежнему записываете свои расходы. И я вам хочу сказать, что для того, чтобы более-менее прийти к реальным цифрам, к реальным суммам, к реальной картине, нужно как минимум полгода. Вы же понимаете, что это система. Нужно понимать, как она работает. Очень скоро вы начнете чувствовать вот эту разницу. Вы будете видеть, например, что к концу месяца вот здесь у меня остались деньги. Оказывается, мне не надо столько. Поэтому я могу перекинуть вот такую-то сумму, например, 5 рублей, 10 рублей, куда-то в другую категорию, которая у меня слабая, которая у меня открытая. И только после того, как вы закрываете все вопросы с вашими нуждами, с теми вещами, которые вы не можете игнорировать, вы обращаете свое внимание на вещи, которые приятны для вас. Ну, скажем так, на повышение вашего качества. Качество. Вы можете добавлять больше денег в развлечения, вы можете добавлять в какие-то другие категории, которые выпащат. Подарки, например, вы можете добавлять. То есть можно жить без этого, правда? Ну, если вы не пойдете в кино, мир не завалится, ничего не произойдет. Если вы купите курточку в Хумане, а не где-то там в каком-то дорогом бутике, ну, ничего не изменится, да? Ну, как бы, а что делать? Либо зарабатывай больше, либо живи попроще. То же самое относительно телефонов и других приятных плюшек, которые, в принципе, всем нам хочется. Не вопрос. Если можете, покупайте. Но покупая, отдавайте себе отчет, что я делаю. Вот что мной сейчас, в общем-то, мотивирует? Это желание моего качества или это просто нужда? Честно себе отвечайте. Я просто хочу. Это мое хочу. Но я не могу себе позволить. Для того, чтобы мне его мочь себе позволить, мне оно должно где-то лежать. Я должен где-то прийти и физически его взять. И я хочу вам сказать, что я верю в то, что мы должны постепенно выходить из этого состояния неупорядоченности к состоянию такому спланированному, можно так скажем, откладыванию, то есть к стабильному плюсу своей жизни. Есть времена и сроки. Иногда нам кажется, что это очень мало, то, что я могу сегодня отложить. Но поверьте, это малое может стать очень большим, очень большим через какое-то время. И Бог по-разному может распорядиться условиями. Я верю, что если мы будем упорядочены, если мы будем последовательны, я верю, что Бог сможет нам доверять тогда большие финансовые какие-то нагрузки. Вы понимаете, да? Больше. Если, ну это же логично, если отец видит, что ребенок разумно поступает, ему можно доверить ключи от квартиры, от того, от сего. Чем больше ты видишь адеквата в своем ребенке, тем больше ты можешь ему доверять. Так и во всем. Я верю, что Господь смотрит на нас примерно так же. Чем больше мы находимся в рамках Его заповедей, в рамках контроля над своими плотскими какими-то импульсами, тем больше Бог может использовать нас. Тем больше. И даже то, что касается благотворительности, вот говорилось, вот давайте, давайте. Написано, в благотворительности будьте рассудительны. Почему-то об этом не говорят, когда разводят на вот такие типа давайте. А в чем рассудительность? А рассудительность в том, чтобы прикинуть, окей, я сейчас дам, но где я возьму? У меня-то сейчас зарплата, которую я сегодня получил, а где я возьму для того, чтобы положить в те конверты, которые я не могу игнорировать? Которые вот просто, ну, не надо их туда положить. И помните, что в первую очередь вы ответственны перед Господом за свою семью. В первую очередь. И вы должны иметь открытое сердце для того, чтобы помогать братьям и сестрам. Мы говорили с вами о всех этих категориях людей, которые переживают тяжелые времена. Но тем не менее, вы сами ответственны за то, чтобы не стать частью этих категорий. Если Господь дает вам все необходимое для жизни и благочестия. Поэтому, знаете, притча 21 глава 5 стих говорит, «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». В притче 6 глава 6-й восьмой стих говорит, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Он заготавливает. Смотрите, есть мудрость просто даже в природе взять и заготовить на то время, когда тебе нужно будет кушать. Сегодня много, а что будет завтра? Завтра будет зима, возможно. Но это поможет тебе пройти этот период. И я верю, что хорошо, когда вы поставите, например, своей целью постепенно отложить столько, чтобы, например, в течение года вы могли спокойно не работать. Представьте, что так случились обстоятельства, что вы не работаете. Хорошо, если у вас есть фонд, который, ну, НЗ ваш, который позволит вам и работу найти, и что-то, ну, как бы пройти это время. Я понимаю, что сейчас это звучит вообще космос. Были бы у меня такие деньги, я бы... Но я вам скажу, при правильном, спокойном, целенаправленном планировании это реально. Это реально. И вы же понимаете, что ваше давление на вашу семью, оно будет совершенно другим, если вы знаете, что даже если я сейчас потеряю всё, вот всю работу выгнали, кризис, да, что год я имею в запасе, согласитесь, ну, совершенно по-другому жизнь выглядит. Правда? То есть ты можешь, ну, что-то снизить. Когда ты управляешь этими процессами, когда ты размышляешь об этих процессах, ты понимаешь, окей, сейчас курс поднялся, всё подорожало, а зарплата осталась та же. Что мне делать? Если ты не считаешь, ты в ужасе. Но если ты считаешь, ты смотришь, окей, я могу закрыть вот эту категорию, значит, я сэкономлю здесь, перекину сюда. Вот эту могу закрыть, могу питаться проще, могу одеваться только в хумане, потому что не хватает. То есть я не призываю вас быть бедными, друзья, я призываю вас быть разумными в том, что вы имеете на данный момент. Вы там, там, там закрываете. Почему? Потому что вы понимаете, что если вы этого не сделаете, вы не вытянете. И помните, что всегда есть место Божьему чуду, всегда есть место Божьему ответу на ваши обстоятельства. Давайте место Богу. Говорите с Ним об этом. Когда вы управляете, да, когда вы управляете, представьте, что вы управляющий магазина, вы понимаете, что всё идёт сложно. Вы можете прийти к своему хозяину магазина и говорить, послушай, я управляю вот так и вот так, но ты видишь, что прибыль нашего магазина закрывается. У хозяина всегда есть ресурс, которого нет у управляющего. Всегда есть ресурс, который недоступен управляющему. Может быть, вы не знаете, может, у него там дома куча денег, он придёт и скажет, давай вот так вот, сейчас мы меняем витрины, меняем это, вот это туда, туда. Дайте место хозяину в вашей жизни. Вы должны помнить, неважно, сколько у вас этих денег, эти деньги даны вам Господом. Не ваша сила, разум и ваша воля это приобрели. Бог по своей милости дал вам силы и возможность заработать. И Он даст вам мудрости, если вы будете просить этой мудрости, обращаться к Нему, распорядиться этим правильно, так, чтобы это принесло и благословение в Царство Божье, и в вашу жизнь, чтобы люди не тыкали вас пальцами, не говорили, ай-яй-яй, какой ты. Посмотрите, эти бедные верующие, которые конца не могут свести. Послушайте, бывает урожай и на ниве бедного человека, но из-за глупости он часто гибнет. Из-за глупости ты не знаешь, как его сохранить, ты не приучен сохранять, ты не знаешь, как им распорядиться, ты не приучен. Вы понимаете, друзья? Представьте, что человек, например, реально использует вот эту систему этого примитивного бюджета, да? Уже долго, он знает, как это все работает. Представьте, такой человек выигрывает в лотерею. Как вы думаете, снесет у него крышу? Может быть, я не спорю, но у него меньше шансов, чем у человека, который не умеет пользоваться деньгами. Знаете, почему меньше? Потому что для него неважно, какая сумма, она все равно разбивается на категории. Понимаете, да? Он скажет, отлично, теперь я могу закрыть квартиру съемную, например, да? Почему? Потому что я куплю квартиру. Он закрывает, он планирует какие-то вещи, он думает, купить мне автомобиль или не купить. А зачем? Если я куплю, это стабильный минус, а я никуда не собираюсь ездить. Как вот одна знакомая говорил, она, ну там, допустим, состоятельный человек. Она говорит, я купила себе машину, но я не знаю, куда мне ездить. Я живу в центре города, у меня все есть, я никуда не езжу. Она у меня стоит, я ее продала. Ей она не нужна на самом деле, ну а зачем купила? Не знаю, мне показалось, это хорошая идея, мой достаток позволяет мне это иметь. Но она тебе не нужна. Она реально тебе не нужна. Ну так а зачем тогда покупать? То есть, друзья, упорядоченные мозги намного лучше, чем импульсивные. И это навык, который мы с вами можем, которым мы с вами можем пользоваться. Поэтому, даже когда приходят эти финансы, вы более грамотно будете стараться подходить к каким-то вопросам траты, чем просто импульсивно. нужно помнить, что бюджет — это дело семейное. Я понимаю, что не всегда муж с женой, скажем так, в захвате от такой системы. Это очень хорошо, когда они являются поддержкой друг для друга. Но я хочу вам сказать, что даже если один человек будет пытаться делать что-то, это лучше, это лучше, чем вообще ничего не делать. Просто махнуть на всю руку и сказать, как есть, так есть. Я верю, что и в этом есть Божья мудрость, и Бог поможет как-то наладить ну хоть что-то, сохранить хотя бы часть. И часть — это лучше, чем ничего. Понимаете? Часть — это лучше, чем ничего. Как правило, кто-то в семье лучше разбирается в этих вопросах. И это нормально. Пускай он и ведет, но должна быть и подотчетность. Если, предположим, Бог так благословил, что вы оба, и муж, и жена, например, в теме, вы растете в этом, вы по-другому не представляете. Для вас, ну как бы, оно нелогично тратить импульсивно деньги. Это очень хорошо. Вы должны быть в курсе. Это нездоровая ситуация в семье, когда жена не знает, что происходит с финансами. И нездорово, когда муж не знает. Должна быть взаимная подотчетность. Вы должны иметь тему денег открытой в семье. Это очень и очень-очень важный момент. Потому что нужно понимать, что всякое случается в этой жизни. Предположим, если муж занимается бизнесом, и он не посвящает свою жену в эти дела, все, и что-то с ним происходит. Попал в аварию, умер. Что делать этой женщине? Просто. Это капец. Друзья, те случаи, которые жизненные мы видели, это такая трагедия. Потому что человек вообще не знает, кому муж должен, сколько должен. Приходят какие-то люди, говорят, он мне должен 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. А ты не можешь даже проверить. Просто не можешь проверить. Показывают какие-то расписки, какие-то обязательства. Это все из-за того, что не было открытости, из-за того, что он не считал нужным. Его безответственность привела к тому, что сейчас его семья. Ему он как бы ушел. Он все. Да не без Господом, если верующий. А что делать здесь? Что делать этим детям? Что делать этой супруге? Очень страшно. Поэтому, друзья, в таких случаях не будьте глупым человеком. Посвящайте свою супругу. Хотя бы, знаете, может быть, в каких-то базовых понятиях о том, что я беру деньги здесь, я кладу туда, должен тому, столько-то и так далее. Не считайте это выше своего достоинства. И знаете что? Сделайте завещание. Звучит так, да? Жестко. Возьмите, сделайте завещание. Пускай ваши дети не дерутся друг с другом. Соберите семью, если вы уже в возрасте, и скажите, вот у меня есть такое вот имущество. Я хочу распределить его вот таким-таким образом. Мы пойдем сейчас и допишем это все у нотариуса. Вот это будет твое, вот это будет твое, это работает так-то и так-то. Мы обходим такие вещи, но знаете что? Упростите жизнь вашим близким, если вы их любите. Поговорите с ним о ваших долгах, если вы их любите. Пускай это не будет вашим личным делом, потому что бюджет, я верю, что это дело семейное, семейное. И будьте подотчетны друг другу. В любом случае, если вас не поддерживает ваша половина, молитесь за них и пробуйте делать то, что в ваших силах, то, что вы можете для того, чтобы сохранить хотя бы что-то. Я понимаю, что вся эта система, она имеет свои сильные стороны, и здесь есть свои нюансы. Молитесь, но в любом случае старайтесь разобраться в этом. Пробуйте читать литературу, которая посвящена финансам. Это может быть литература христианского направления, и я рекомендую вам краун-министры служения. Это люди верующие, которые целенаправленно, их служение направлено на то, чтобы помогать верующим людям распоряжаться Божьими финансами. Есть доступные их учения, доступны их книги, краун-министры, есть у нас в Украине они, и есть литература толковая. Посмотрите, может быть, хотя бы какие-то базовые книги, связанные вообще с финансами, как таковыми. Они тоже много их... Я не говорю о том, знаете, избегайте таких книг, типа, как разбогатеть за две недели, и всех, короче, обмануть. Быстрый заработок, таинственный дедовский способ, бабушкин способ. Все это бред. Как правило, это просто, ну, мошенники какие-то, либо там принципы. Вы помните, что вы верующий человек, вы не можете пользоваться всеми их принципами. Но, тем не менее, некоторые идеи могут быть для вас полезными. Полезными идеями. Для начала настройте качественно работу вашего бюджета в рамках того, что есть. Под тем этапом, который мы с вами говорили. Помните, что Бог ваш хозяин, хозяин вашей жизни, ваш господин, ваш царь, и вы подотчетны ему. И придет такой момент, когда вам нужно будет дать отчет за вот эти конверты. Даже если у вас их нет, вам нужно будет рассказать об этом. Почему их нет? Я не говорю о том, что, знаете, вы приходите, он говорит, ну так, расскажи, как ты тратил конверт коммунальный. Не в этом дело. Вопрос в другом. Ваше отношение к финансам, ваше отношение к пожертвованиям, ваше отношение к распоряжению, семейным вопросам. И пускай вам даст Господь мудрости. Я хочу еще раз сказать, что я открыт. Встречаться с вами если вы серьезно к этому отнесетесь, к тому, чтобы, скажем так, в личных каких-то встречах дать вам рекомендации из того, что я понимаю, как наладить свою личную жизнь. Мы можем говорить в цифрах, можем говорить в категориях. Пускай Бог вас благословит. Во имя шоу, миссия. 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 Продолжение следует...